Тезис 2.2. Позитивное религиозное восприятие концепции эволюции как источника «космической моральной ответственности». В соответствии с одной из наиболее важных и известных идей Каббалы, человек способен влиять на процессы, протекающие на глобальном, космическом уровне мироздания, и поэтому он ответственен перед Богом и перед мирозданием за все свои поступки. При этом обычно считается, что рациональные научные концепции не дают основания для подобного подхода. Рав Кук, однако, считал, что концепция эволюции, распространившаяся в науке во второй половине XIX века, подводит, в принципе, именно к такому взгляду на мир. Поэтому Рав Кук дает свою, связанную с эволюционным взглядом на мир, формулировку идеи, кавычки, «мирового влияния и мировой ответственности человека», кавычки. В резком контрасте с абсолютным большинством религиозных авторитетов своего времени, как еврейских, так и нееврейских, Рав Кук высказал поддержку концепции эволюции, при этом совсем не считая ее чисто естественным процессом. Основанным на накоплении случайных мелких изменений и естественном отборе, но целенаправленным процессом развития внутреннего потенциала мироздания, заложенным Богом при сотворении мира. Подробнее смотри об этом ниже. Поэтому, говоря о «космической моральной ответственности» человека за все его поступки и помыслы и об ответственности человека за судьбу бытия в целом, Рав Кук указывал, что эта ответственность за все мироздание возлагается именно на человека, поскольку он является последним достижением, своего рода итогом тех космических усилий, которые стоят за процессом эволюции. Цель этого, заложенного Богом в мироздание, эволюционного процесса, поднять жизнь на уровень одухотворенного существа, каким является человек, поскольку лишь человек по собственной свободной воле может содействовать божественной воле в реализации тех идеалов, ради которых было осуществлено творение. Иными словами, кавычки, «все живущее стремится к тому идеальному содержанию, для которого мир был сотворен, для которого мир существует и к которому он старается приблизиться, развивая свою жизнь и осуществляя свое бытие», кавычки. Таким образом, задача человека — продолжать и поддерживать эволюционный путь развития Вселенной, поднять ее этический и духовный уровень и даже возвысить ее материальное естество. С момента появления человека на земном шаре дальнейшее развитие процесса эволюции, как считал Раф Кук, стало зависеть также и от человеческой воли, как от воли общества в целом, так и от воли индивида. В этой связи Раф Кук говорил, «Совершенно ясно, что с возвышением воли человека возвышается все творение». Он отмечал также, что космическая ответственность, возложенная на человека, и непосредственно проста и естественна. Научные, духовные и нравственные достижения человечества могут поднять мир на более высокие ступени развития и стать своего рода мостом к новым этапам эволюции, которые пока еще недоступны нашему разуму. На этом примере мы видим, как Раф Кук проявляет новый смысл традиционной идеи в преломлении с современными концепциями. При этом, объясняя религиозный и мистический характер данной идеи, Раф Кук не прибегает к обычной каббалистической терминологии «десять сферот» и тому подобное. Мы видим здесь также, что эволюционная идея, считающаяся обычно противоречащей религии, у Рафа Кука приобретает, напротив, глубоко религиозное содержание. Ибо Раф Кук считал, что по сути эта идея глубоко верна, и то, что она «не» «одевается в религиозную оболочку», происходит только лишь из-за неразвитости наших религиозных представлений.